всех приветствую алексей эдуард вы тоже админы можете взять микрофон сказать что меня слышно проверим вас ли слышно а отлично окей да при этой тоже здесь да у меня у меня вайфай выпукл любой вайфай поэтому я с телефона да вот я думаю что мы начнем сейчас сразу да потому что время уже пришло и так вот еще мы коте дадим модератор ства ну вот вроде как бы так вроде как бы можно начинать окей так значит смотрите я понял инициативу вот давайте пообщаемся вот эдик твои тоже видео не видео эти сообщения до послушку вот ну как бы с тобой полностью согласен на самом деле обсуждаем такие я бы сказал совершенно базовые абсолютно базовые вещи на уровне первого класса детского сада вот и никому никаких претензий ни в коем случае нет просто я считаю что если кто-то счет не понимает из лидеров а у нас же чат лидеров то просто имеет смысл уточнить у спонсора тем более что в чате большинство людей подавляющие те кто заходил еще в январе и в январе почему-то резко тогда эти вопросы не всплывали сейчас резко сегодняшний сегодняшний да в нашей беседе это все всплыло так сейчас я просит еще запись включить я включу запись как это с телефона неудобно так в общем я тогда начну просто у нас сегодня сессия вопросов-ответов вот и это будет полезно всем новичкам тем кто только включился в дези или включился в январе сейчас значит адаптируется ко всему может включился в январе и вообще забыл про дези а сейчас смотрит типа вот дези нифига себе запустился надо бы немножко погрузиться понять что там и как потому что вроде какая-то прибыль капает вроде что все говорят про дези надо разобраться да поэтому подобная встреча она я думаю будет полезна для всех вот мы обсудим основные вопросы вот я буду читать вопрос я начну с вопросов марка вот он задал несколько вопросов мне в приватном чате я их сам озвучу сам на них отвечу а потом мы уже перейдем алексей ты сам зачитаешь свои вопросы вот эдуард если у тебя какие-то вопросы вот может быть у кати кати ты тоже сама зачитай очень неудобно читать с телефона значит я читаю вопросы марка первый вопрос на чем работает компания апрель что у нас сочетает в апреле какая дорожная карта на апрель да у нас действительно начался апрель мы запустились 30 марта практически перед апрелем вот еще помню в чате тут циркулировала такая шутка да что типа не первое апреля мы запустим запустились мы все-таки в марте вот но сейчас уже 4 апреля мы движемся вперед у нас нет дорожной карты на апрель вероятно имеется ввиду техническая дорожная карта да ее мы я думаю получим в начале недели сейчас выходные вот у нас техническая наша команда завтра послезавтра нам предоставят план значит поправок который они будут вносить в кабинет в бэк-офис и тогда мы естественно это все передадим то есть как что какие пункты будут исправлены что конкретно будет исправлена за какие сроки ориентировочные да мы знаем программистами имеем дело всегда всегда практически есть какие-то сдвиги по срокам дальше планы так дорожная карта на три месяца дорожная карта на три месяца технической у нас наверное сейчас мы ее не предоставим не предоставим но дорожную карту по самому бизнесу на три месяца то я могу озвучить то что у нас есть цель за несколько месяцев завершить первую фазу то есть собрать полмиллиарда под управлением на развитие искусственного интеллекта и собрать 10 миллионов на верхний аккаунт матрицы для краудфандинга да вот это мы планируем за несколько месяцев вместе дружно общими усилиями закрыть дальше пойдет вторая фаза я не думаю что это будет прямо вот в течение трех месяцев поэтому именно на три месяца тяжело сказать а вообще нужная карта бизнеса она у нас обозначена powerpoint ах везде да она обозначена там на два-три года если чтобы возможно все будет более сжатые сроки происходить то есть мы будем выходить на рынке форекс на рынке на фондовый рынок финансовые рынки будем подключать и у нас также будет друг другие развития другие проекты по краудфанди то есть эндотек финансирование эндотек это первый наш проект а потом мы на нашем же движке на платформе правдфанди мы можем финансировать какие-либо другие бизнесы которые нуждаются финансируем таких бизнесов очень много это могут быть абсолютно любого любого типа бизнеса да то есть мы к этому потом приблизимся попозже вот сейчас у нас не это самое главное сейчас у нас есть текущие вопросы есть текущая фаза текущие задачи и я думаю что сильно сейчас обсуждать вот прямо перспективы как будет 2 3 4 фаза наверное на данном этапе не имеет смысла примерно я думаю что все понимают конкретики у нас все равно сейчас пока что нет потому что мы только-только начинаем вот мы запустились только начинаем к этому приступать вопрос также от марка поступил касательно той суммы которая в трейдинге да мы много раз озвучивали у нас с 1 по 7 пакет 50 процентов идет в трейдинг с 8 по 10 и 8 90 там 70 процентов вот эти деньги они юридически не являются депозитом не являются инвестициями не являются телом потому что у нас краудфандинг вот юристы категорически нам запретили делать это эту часть возвратной в таком в текущем режиме да в живом режиме но по окончании краудфандинга планируется что эти средства они будут доступны к выводу либо они перейдут фонд который у нас будет организован в рамках вот второй фазы развития проекта поэтому деньги никуда не исчезнут деньги потом каждый сможет получить но нам нужно сначала преодолеть первую фазу и и вот вопрос наверное актуальнее то что в чате задавали мы более наверное об этом поговорим более детально раз это так всех интересует и кто-то ничего не допонимает можно ли все время делать так чтобы прибыль выводилась да вот есть проекты что что-то там капнула там каждый день или каждую неделю неважно и эти деньги идут в отдельный раздел в кабинете обычного милом компании можно нажать на кнопку вывода и деньги выводятся да вот а у эндотека в дези это не так это не так потому что вся прибыль она автоматически реинвестируется рекапитализируется она добавляется к балансу да и вы видите ваш баланс входящий ваш баланс именно ваш личный баланс входящий и баланс текущий если на этом временном отрезке вы заработали какой-то профит будь это 10 долларов 100 долларов или 1000 долларов да то у вас функционал кабинета позволяет вам выводить эту прибыль вот собственно как это работает если речь идет о том что неплохо было бы иметь какую-то кнопку чтобы не было реинвестиции чтобы вся прибыль она оседала на отдельном кошельке на каком-то вероятно это технически сделать не так сложно это можно обсудить но я хочу напомнить что анна бекер и мы тоже всегда говорим о том что со сложным процентом доходность будет гораздо выше и доходность эндотека за три года о которой мы всегда говорим она указана на сайте эндотека и мы про это говорим всегда с учетом сложного процента то есть если вы будете выводить прибыль раз там не знаю в месяц там раз в три месяца когда она будет генерироваться да то у вас таким образом пропадет вот этот рычаг сила сложного процента поэтому я всем настоятельно рекомендую тестировать вывод который у нас естественно скоро включится да об этом мы тоже поговорим но я бы не рекомендовал постоянно выводить прибыль потому что тогда на отрезке например один год или на отрезке два года до у вас будет линейный только доход они по сложному проценту он будет работать без прогрессии и тогда доходность она будет заметно ниже заметно ниже ну понятно чисто по математическим причинам это у нас вопросы марка были вот теперь наверное алексей я бы тебя тебе предложил взять микрофон задать вопросы которые у тебя есть или у твоих партнеров понимаю у тебя одного вот мы пройдемся по этим вопросам не обязательно форме там вопрос ответа можем там форме диалога чем мы тут таким узким кругом собрались вот но наверное сначала лучше вот вопрос ответа да потому что я смотрю уже достаточно много людей собралось на наши встречи и вопросы которые ты мне сейчас будешь задавать они многих колышет интересует давай мы максимально я знаю что у тебя у самого ответ это тоже есть я так думаю я предполагаю я все ответы знаю кроме тех которые ну тоже задам пару вопросов я не знаю ты в общем да ты можешь задавать смело вопросы на которые ответы даже сам знаешь просто старение мать учений просто грубо говоря мы это дело не для тебя не для меня то мы делаем для партнеров в основном для новичков которые как вот гаухар у нас дописала в чате что основная масса людей они крипто не занимались трейдингом не занимались не знаешь такое смарт-контракты да вот на этом уровне нам нужно разжевывать показывать это наша работа ну и добавим то что основная масса людей вот я не знаю как это не печально или наоборот хорошо они уже разбалованы игрушечными я бы сказал проектами и постоянными доходами давай вот наверное об этом первый вопрос пусть и будет потому что ну много как то об этом звучит правда не в моей организации у меня вроде так все вроде понимают но тем не менее давай еще раз разжуем почему дейзи не делает один процент в день или 0 7 процента в день или в диапазоне 0 7-1 вот почему давай давай а дейзи в это время сделала 7 процентов как то тогда хотя это не так это очень легко это очень легко да я вынужден разочаровать очень многих людей у которых надеты розовые очки и которые искренне верят что в трейдинге особенно на крипто рынке возможно ежедневно извлекать какой-то процент в районе там 1 процент или пол процента или полутора процента ли или каждую неделю там 10 процентов или пять процентов каждую неделю из недели в неделю да вот это невозможно это невозможно физически технически вот потому что рынок абсолютно непредсказуемый рынок высокорискованный и никакие боты с этим не справятся вот поэтому очень многие проекты так называемые хайпы или проекты которых есть трейдинг есть он есть он реально есть но компания никогда полную картину полностью вам не откроет и создается иллюзия что вот ту часть трейдинга которые компании показывают она действительно вот такая на весь объем день опять-таки я ни в коем случае не критикую такие компании и людей кто в этих компаниях работает проект каждый выбирает сам вот в каком-то смысле даже сейчас тренд судя по всему подобный проект вот просто 10 немножко другая категория это это проект который по сути дела он что что он делает да что то что делает дейзи дает возможность людям обычным людям обычному человеку обычному розничному инвестору розничному клиенту поучаствовать в финансовых рынках в которой до сих пор имел доступ только крупный институциональный игрок то есть это большие дяди с большими кошельками толстыми у которых миллионы долларов до которые вкладывают крупные суммы вот и раньше технология не позволяла обычному человеку заходить с маленькой суммы там например тысячи долларов да такие серьезные финансовые рынки сейчас это возможно стало возможно благодаря технологиям не благодаря вот конечно же всяким разным системам партнерским программам вот smart контрактов частности до которые во многом автоматизируют процессы и в здесь система работает иначе да то есть здесь нету ежедневного процента здесь нету еженедельного процента здесь нету ежемесячного процента здесь нету ежегодного процента здесь просто есть триどう eiubom настоящий трейдинг их нету никакого фикса фикса даже иллюзия я предлагаю вам все-таки поговорить на частоту вот быть искренними с самим собой и просто изучить немножко трейдинг что это такое пообщаться с трейдерами. Сейчас трейдеров, как собак нерезанных, каждый второй трейдер, благодаря во многом крипторынку, да, все такие умные, особенно на бычьем рынке, когда все растет, все говорят, по 5% в день могу заработать, а Дэйзи нам там приносит совсем немножко, да. Я все это понимаю, но это гонор, это просто гонор. Вот, человек дорвался до рынка, вот, ему кажется, что он там срубил в какой-то день 5%, это здорово. Вот, 5% можно как срубить, так и потерять, слить, вот. Ну, это тоже горькая правда. Значит, Дэйзи, по сути дела, дает возможность участвовать на длинной дистанции в трейдинге через краудфандинг, да, юридически это краудфандинг. И здесь открываются позиции. Позиции открываются тогда, когда есть какие-то тренды или какие-то движения, да, и каждое вот такое движение, это потенциально этот рывок вверх или вниз рынка, да, ну, рынок двигается, USDT заходит в сделку с битком, USDT заходит в сделку с эфиром, вот, в надежде на то, что эфир биток будет идти либо вверх, либо вниз, а ты также в Дэйзи, там больше 30 стратегий. Об этом я не буду подробно говорить, да, Алексей, про трейдинг, потому что я не эксперт здесь, у нас за это отвечает на датэк, и, конечно же, Анна Бекер, ну, Дима Гущин тоже очень неплохо разбирается, Адам Рубин, он вице-президент по продажам, он очень классно разбирается в трейдинге. Вот они эксперты, я ни в коем случае не являюсь экспертом по трейдингу, вот я просто эти базовые вещи знаю, но смысл стратегий, что здесь открываются позиции на не ежедневные, не ежечасовые, это невысокочастотный трейдинг, да, они могут вообще две недели не открываться, если рынок ровный. Или если, например, месяц прошел после того, как вы зашли, да, через, в бизнес, например, в Дэйзи, да, и вы видите ваш личный баланс, там реально может быть минус. Я понимаю, что это непривычно, потому что минусов не бывает в MLM-проектах, там всегда плюсы, там крутые трейдеры работают, но это проза жизни, да, что на рынке люди на самом деле в основном-то теряют, вот, и к этому просто нужно привыкнуть, и нужно понимать, что не все в этой жизни дается за один день или за неделю. Нужно иногда запастись терпением и ждать год-два хороших результатов, три, то есть мы изначально, когда запускали, Алексей, ты с этим согласишься, ты это помнишь, мы всегда подчеркиваем, что здесь долгосрочное видение, вот, здесь мы всегда настраивали людей минимум на полгода на год, чтобы увидеть какие-то результаты. Дальше, если вы видите, что у вас та часть, ваш баланс, у каждого человека есть личный баланс, да, что он пляшет, танцует, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, да, и у людей создается иллюзия, вот только я заработал, например, у меня там, не знаю, там, условно, пять тысяч долларов, стало шесть тысяч, вау, я штуку заработал, еще вывести не успел, а тут смотрю, на глазах тает, и уже не шесть тысяч стало, опять тысяч пятьсот, как это так, почему прибыль не фиксится, я ее хотел вывести, вот не успел и так далее, да, нужно понимать, что здесь, опять-таки, изначально это всегда объяснялось, и встречи с Анной проводились, и прямо бинанс-аккаунты показывались, и записи эти можно найти, и будет, будут встречи с Анной, она, ближайшая встреча во вторник, кстати говоря, она, правда, на английском, будет показывать ситуацию, которая сейчас в трейдинге, вполне хорошая, отличная ситуация, рынок сейчас достаточно хороший, можно на нем зарабатывать, она всегда тоже показывает и говорит о том, что рынок он такой, вот сейчас он то, что по-английски называется чопи, то есть он рваный, он рваный, потому что в ноябре, в декабре был хороший тренд, все шло вверх, после хорошего тренда месяца-двух, после этого обычно такой расколбас идет, да, рваный рынок, и искусственный интеллект пытается зайти в какие-то позиции, понятно, что гарантии же здесь нету, и получается, что даже те деньги, которые, например, в январе, феврале мы заработали, да, и мы видели, там на 30 процентов доходило, за счет рваного рынка, за счет рваного рынка, а на самом деле каждая вот из этих вот позиций, которые либо вверх, либо вниз идет, плюс там может быть плечо, x2, это повышает риски, да, в два раза, если не в ту сторону рынок пойдет, то есть это кредитные деньги, которые берет компания, да, у Binance, вот, может возникнуть ситуация, что баланс, он просто сокращается, это нормально совершенно, то есть если вы видите рост вашего баланса, это не значит, что он не может после этого уменьшиться, он может как и вниз пойти, так и вверх, вам нужно смотреть на длинном отрезке времени, например, в течение года, сколько было на входе, сколько стало на выходе, и тогда уже делать какие-то выводы, да, а за неделю, там, за день, или за две недели, или за месяц, или за два, вообще никакие выводы делать не имеет смысла, потому что здесь стратегия такая, что она работает на длинной дистанции, по статистике, за три года статистики у нас всегда за год был там минимум, там, по-моему, 60-80, это минимум, там максимум 800, еще больше процентов, то есть, ну, хороший процент прибыли, за год выходил всегда, да, но зависит еще от того, когда вы заходите на рынок, я заходил в одной из стратегий, Эдуард это показывал, в мае, в начале мая, и сразу же нарвался на самую худшую, наверное, ситуацию за весь период эндотека, вот, с начала 18-го года, и у меня была просадка до 20-ти процентов, но я же не пил, там, валерьянку, там, не самая, волка, и... Я хочу добавить, Илья, по этому поводу, вот у меня есть, наверное, как и у многих, есть крипта, которая холд глубокий, много лет уже лежит, есть часть, которая занимается трейдингом, вот, я лично уже давно торгую, и вот на этой ситуации с биткоином я потерял порядка 15-ти процентов, потому что, ну, там, начали появляться моменты, когда можно было шортить, действительно, то есть, ну, как инвестор, я себя чувствую прекрасно, все растет, но это происходит только во время обычных рынков, когда вот такой вот именно рост бесконечный идет. То, что там вот эндотек, сейчас там была прибыль, она уменьшилась, и все равно остался в плюсе, это вообще абсолютно не страшная ситуация для трейдинга, это абсолютно нормально, просто многие люди к этому не готовы, к сожалению, и нам надо их просвещать. И, как ты правильно сказал в своих сообщениях, наверное, многие люди, у них либо короткая память, либо они просто новички, они не знают, что было в конце семнадцатого, начале восемнадцатого, когда биток с двадцати тысяч обвалился, да, там, ну, в несколько волн, там, во времени растянуто до шести, до трех тысяч даже упал, да, и небольшая часть холдеров там, скрипя зубами, в том числе я там на какое-то количество битков, да, я не продавал, я держался до конца, я знал, что он пойдет наверх, я верил в биток, там, с пятнадцатого года, я в него верю, вот, а очень многие, очень многие паникеры, короче, которые купили на хаях, вот, стали продавать, и, конечно же, сейчас они кусают локти, потому что, если бы они тогда не продали биток, там, за семнадцать, за шестнадцать, там, неважно, за сколько, за тринадцать, да, сейчас, по-моему, шестьдесят тысяч стоит, вот, и вот этого видения долгосрочного у обычного человека, я понимаю, ну, не хватает терпения, потому что, нужно деньги сегодня, нужно семью кормить, нужна текущая прибыль, все такие, очень, как сказать, нетерпеливые, да, вот, не хватает этого терпения, я же все это отлично понимаю, но, опять-таки, мы это подчеркиваем, эндотек и дези, это, это долгая игра, то есть, если вас это не устраивает по какой-то причине, и вам нужно, чтобы каждый день приходил какой-то доход, ну, тогда направьте вот эту часть денег, там, в какой-то хайп, пожалуйста, играйте в эту игру, то есть, рынок свободный, каждый, не знаю, многие там играют и в три, и в четыре, и в пять компаний вкладывают, ради бога, вот, но здесь эта история, она достаточно долгая, и плюс, я пользуюсь случаем, напомню, что у нас же не просто трейдинг, у нас, когда вы покупаете эти пакеты, у всех акции эндотека появляются, об этом многие забывают, многие относятся к этому чисто, там, депозиты, тело, хотя это не депозиты и не тело, да, и про crowdfunding вообще забывают, а тем временем, это единственный способ заполучить акции компании, которая, по нашим оценкам, уже в следующем году будет иметь капитализацию в несколько миллиардов долларов, и мы ее будем выводить на IPO, и нет другого способа получить акции, кроме как через crowdfunding Deasy, не продаются они нигде, нигде не продаются, ни на каких площадках, ни на каких открытых там биржах или еще где-то, потому что это закрытая компания, закрытое акционерное общество, вот, и за счет только акций можно тоже и отбить свои вложения в пакет и заработать какую-то привык, опять-таки можно, я не говорю, что сто процентов так случится, потому что есть вероятность, что эндотек на IPO не сможет выйти, либо доходность будет ниже, да, еще подождет год лишний, то есть это бизнес, это нормально совершенно, и здесь тоже долгая история, потому что, ну, нельзя за три месяца сделать IPO, выйти на биржу, вот, поэтому и в трейдинге, и в IPO, выходе на биржу, это долгая история, вот, где история быстрая и чем многие пользуются, это в маркетинге, вот здесь история очень быстрая, да, но это тема отдельная, да, потому что продвигая вот эту всю штуку, можно скоростными абсолютно такими способами очень быстро разбогатеть, заработать деньги, закрыть свои финансовые задачи, там, заработать кому десять тысяч, кому сто тысяч, кому там, не знаю, семизначные доходы, да, огромное количество чеков у нас больших, вот, но это не халява, люди зарабатывают, здесь маркетинг, он не халявный, он требует построения сети, то есть если человек активно себя ведет, лидерскую позицию занимает, то зарабатывает, вот, поэтому, Алексей, я думаю, что мы ответили, я вот этих добавил, да, по поводу, по поводу того, как работает, и у нас так построено, что прибыль всегда, она реинвестируется, она добавляется к балансу, добавляется она, и если человек хочет выводить прибыль, он сюда может вывести, даже когда у него вот, когда позиции все открыты, вот, например, сейчас, да, открытые позиции у эндотека в дези фонде, да, даже когда позиции открытые, если вывод работает, если вы видите, что есть вот этот спред между начальным балансом и текущим, да, вы можете нажать на кнопку и вывести, вот, Анна об этом будет говорить, как она это будет делать, она, может быть, это будет какими-то окнами открывать, да, что не всегда, потому что во время открытых позиций выводить деньги тяжело, потому что деньги же не из воздуха берутся, они же не просто нарисованы в кабинете, их нужно из реальных торгов вынимать, да, из бинанса, вот, это тема отдельной, отдельной школы, мы Анну потом обязательно пригласим, мы ее приглашали не раз, мы ее пригласим снова, но сейчас мы только стартовали, они жутко перегружены, да, так, по всем фронтам, вот, нужно дать чуть-чуть время, мы обязательно ее потом, ну, на русском языке пригласим. Вот смотри, Илья, какой окрас бы я еще хотел привнести в это тоже, вот, ты говоришь, что надо просвещать, объяснять людям, да, все это дело, это разумеется, и каждый должен иметь финансовую грамотность и вообще понимать, как деньги делаются на реальном рынке, но сейчас все больше людей понимают, как деньги делаются не на реальном рынке, то есть, вот, есть представители разных компаний, они со сцены, да, они представительные, они там или в футболке, или в кроссовках, или в пиджаках выходят и начинают рассказывать, что, вот, я прям сам слышал, вот, задают одному из таких людей вопрос, мол, типа, ну, вот, вот, вы такие деньги делаете один процентом в день, вот, уже три года, как вы так делаете? Он говорит, у нас трейдеры хорошие. Вот все, что вам там по ушам ездят в других компаниях, говорят, это невозможно, там, минусы и так далее. Да, бывают минусы, но это просто дурацкие трейдеры, просто они не умеют трейдить, а вот наши трейдеры умеют трейдить, поэтому мы, ну, мы, может быть, иногда просаживаемся, у нас есть там фонды, там, десять процентов от прибыли мы в эти фонды отдаем, и там, в отрицательные моменты мы их вкладываем вам, и многие фонды так действуют, ну, как фонды, в кавычки возьмем, компании так действуют и платят исправно те проценты, к которым они, в общем, рынок приучили. Сейчас же, знаешь как, сколько люди возьмут процентов в день? Ну, где-то один. Ну, давай, запускаем проект. Сколько проживет проект? Ну, при таком рынке столько, при таком столько, при таком развитии событий столько. И, понимаешь, сейчас, ну, тренд в основном бычий, вот, и трейдить действительно им что-то удается, то есть, ну, не бывает сейчас таких пирамид, которые только пирамиды, и все. Это гибрид. То есть, где-то трейдят, где-то просаживаются, где-то что-то зарабатывают. Это продляет жизнь этим компаниям, да, но всегда риск повышенный участия в таких компаниях, потому что часть средств, которые они откладывают в этот десятипроцентный фонд, если вообще он есть, потому что это все под большим вопросом. Вот, часть средств, они просто могут, ну, прогореть, потом в минус десять идти, потом в минус пятьдесят, и когда они уйдут в минус девяносто, ну, нет, раньше, когда будет минус пятьдесят один, они просто сойдут с рынка, со всеми деньгами сбегут, как это обычно делается. Просто люди должны понимать прекрасно, что, ну, людей, которые богатеют на пирамидальных проектах, ну, это единицы и какие-то исключения. В основном все прогорают. То есть какое-то время все богатеют, богатеют, вкладывают, реинвестируют, потом бац, и все. У тебя там в кабинете циферок много нарисовано, но ты их не выведешь, вообще четыреста четвертая ошибка на сайте выскакивает. Понимаешь? Вот как-то вот. Я про что? Про то, что мы одному учим, а там их переучивают по-другому. Вот. И говорят, что у нас все-таки трейдеры хорошие. Но, ребят, мы просто к чему, наверное, хотим призвать? К тому, что пусть покажут всех этих трейдеров и пусть сделают такую прозрачную систему, как в Дейзи, которая, ну, вот, чистоганом все, не просто со сцены ла-ла-ла и бла-бла-бла, а доказывает, что вот именно вот столько в торгах, именно вот такая прибыль, именно вот так вот это делается. И пока этого не покажут, не верьте, это все будет бла-бла-бла-бла. Ну да, в этом смысле, Дейзи, мы же как бы гордимся нашей как раз прозрачностью, да, и со стороны маркетинга, со стороны продукта. Никто здесь ничего не гарантирует, ни Анна не гарантирует. Вот, в этом, в трейдинге, в этих системах достаточно высокий риск, про это говорится, но мы гарантируем полную прозрачность, и вот этим мы отличаемся, да. А другие компании, они, у них нет этой прозрачности. Вот, и опять-таки, я не против, ради бога, пускай они находятся там, здравствует компания. Наверное, многим людям помогают закрывать финансовые задачи, многие люди там закрывают свои долги за счет этого, там, квартиры покупают, еще что-то. Это хорошо, это все здорово, ну, наверное, до поры до времени может эта вещь продолжаться. Это все циклами идет. Мы, если посмотреть, вот последние 10 лет, сколько я его знаю, да, всегда циклами, там, есть какой-то тренд заходит, такой пирамидальный, несколько компаний, там, год-два проработают, проходят, да, потом опять очередной цикл, опять, вот сейчас очередной цикл такой идет, пускай они работают. Вот мы, мы собрались не для того, чтобы про эти компании говорить, проект, да, но просто, Алексей, ты правильно подметил, что если вам говорят, что в трейдинге, возможно, каждый день, вот я утрирую, да, полпроцента, процент, два процента получать, вот, покажите, попросите, чтобы вам доказали это на полную сумму. Если под управлением миллиард, пускай покажут, как на миллиарде делают, под управлением миллион, пускай покажут, как на миллион, да. Если не показывают, то это повод для того, чтобы сомневаться и, как минимум, понимать, что риски здесь повышены, риски не трейдинга, а риски того, что это просто обман, да, ну, вешают лапшу на уши, что трейдинга нет, да. Вот, давай дальше, Леша. Давай к нашим конкретикам, я могу даже кабинет открыть, если тебе так удобнее, ну, поскольку ты с телефона, скажи, пожалуйста, вот там, где у нас N.A. сейчас написано, да, то есть какие-то данные, которые у тебя образуются. Может, у тебя есть какой-то от технарей график там, что они включат? Нет, вот этот график, я уже сказал, этот график, он будет в начале недели, потому что сейчас выходные, они работали там круглосуточно, вот, они и сейчас работают и сегодня, но не полным составом. У них будет летучка завтра вроде как, я надеюсь до вторника, мы нажмем на них, чтобы они этот график предоставили. Я, наверное, примерно озвучу, что можно ожидать, да, то есть график-график, но что, в принципе, да, мы ожидаем от кабинета. Во-первых, мы ожидаем, что все N.A., они исчезнут. То есть будет видно все, что мы видели в январе, весь функционал, будет правильное отображение. Сейчас оно там, где отображается все правильно, за исключением, вот мы поняли это, за исключением картинок матричных. Там, где матрицы, вот нарисованы эти картинки, да. Вот там бывают неправильные кейсы, но технари не хотят это закрывать, потому что им надо, чтобы это осталось, чтобы это помогает, грубо говоря, понимать, что именно неправильно, да, и решать технические вопросы. Кстати говоря, за день, за два вроде как они обещают тоже исправить, да. Ну, надеюсь, в самое ближайшее время это исправят. Вот. Из того, что новое, да. Илья, сейчас секундочку, вот ты об этих, да, матрицах? Да, да, внутри, если заходишь, там картиночки, да, вот тебя выкинуло. Да, 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 вот эти матрицы, они в основном правильно нарисованы, но бывают несколько случаев, мне скрины скидывали, что неправильно. То есть, допустим, человек зашел в матриц, а он не показан в матрице. Естественно, людей это смущает, да. Вот. Я хочу, чтобы все поняли, что самое главное в этом комиссии, это не то, как в кабинете вы все видите, а то, как на самом деле комиссии выплачиваются. И математика, смарт-контракт, она точная, да. То есть, если кто-то зашел к вам в первую матрицу, во вторую матрицу, в пятую матрицу, неважно, вы получаете все бонусы, они приходят к вам напрямую на кошелек, либо же, либо же они накапливаются в двух пулах. Вот, Леш, покажи эту кнопочку, у тебя есть. Ты пресс-сеттер. Вот 36 долларов, да, накоплено. И в любой момент, хоть каждую минуту, да. Да, с момента последнего вывода все правильно. Хоть каждую минуту можете выводить. Здесь копятся вот, собственно, те сливки, которые песс-сеттеры получают. Это 1.8% от глобальных продаж на всех песс-сеттеров золотых и 1.8% на всех лидеров золотых. Причем лидеры могут иметь несколько долей. Одну, две, три. У нас есть партнеры, кто уже по три доли имеет. Я уверен, будет и у кого-то там по 4, по 5, по 6 долей. Это очень круто. То есть глобального товарооборота можно получать. Пока это все приходит в одну, в один котел вот сюда, да. Потом, я думаю, что это будет разделено, чтобы было видно. Часть это для золотого песс-сеттера, часть для лидера. Пока это все в одну такую кашу. Нажимаешь на кнопочку и достаточно быстро, да, Леш, ты подтвердишь. Тебе это капает на TronLink или на клевер, кто чем пользуется. Как я только accept нажму, сразу мне на кошелек придется. Да, да, да. В самом кабинете оно может не обновиться, что там ноль не покажет, но потом, когда обновите сайт или зайдете заново, будет обновлено. Вот, а главное, на кошелек все выходит. Значит, Unilevel, не Unilevel Report, а вот этот Gold Status Report, он заблокирован, потому что там пока неверное отображение, он будет позже пока показывать. Вот, Unilevel ты можешь открыть, наверное, да, давай посмотрим. А, Unilevel, да, там тоже пока видишь. Вот, Unilevel, да, он есть, они его оставили, но там вот это NA, NA, то есть там нету количества. Вы не можете пока посмотреть, сколько у вас в линейной структуре, не в матричной переливке. Total Team Contribution, это сколько все выложено, да? Да, и сколько в вашей команде Tower World, именно без переливов. Вот эти цифры, это очень важные при статистике цифры, их пока нет. Теперь давай я скажу, что вообще нужно ожидать. Максимально информацию по первой линии, то есть это юзернеймы, чтобы понимать, кто в первой линии, их статусы. Да, мы хотим это добавить, естественно, чтобы не работать вслепую. Потом, сколько каждый из человек, каждый партнер первой линии, какой у него статус, сколько ему не хватает до пейсеттера, потому что цель-то из ваших людей первой линии сделать пейсеттер, да, так маркетинг работает. Вот, чтобы это тоже можно было отслеживать, если что, помогать. Видите, да, что вот человек почти достиг пейсеттера, там, свяживайтесь с ним, да, что-то ему говорите. То есть вот этот функционал мы хотим добавить. Дальше по самой матрице, да, навигация, это более сложно, но это, но это тоже там в среднестолочной перспективе. Думаю, что это будет добавлено, да, чтобы человек мог там двигаться по дереву и какую-то информацию получать. Дальше это поиск. Проверить, есть ли у вас в структуре такой-то юзернейм или такой-то там кошелек. Это будет добавлено. И вообще, в принципе, добавить можно все, что угодно, но вот сейчас конкретно мы только запустились. Неделю-две нужно вот основные вещи починить, чтобы не было NA, not available, да, чтобы все было доступно, все, что задекларировано. И, в частности, вот я помню, у тебя есть вопрос, сколько средств, видишь, NA сверху, сколько сверх средств уже собрано на развитие искусственного интеллекта. В этом цель бизнеса у нас первого этапа. Мы помним, что был миллион с небольшим. Этот миллион эндотек получил, она получила уже, он осваивается. И я знаю, что где-то два дня назад еще где-то 700 тысяч там накоплено. То есть, ну, скоро до второго миллиона дойдем. Это очень круто. То есть, представляете, мы только запустились, мы еще вообще толком ничего не делали. Практически на 20% мы уже вот этот таргет, мы его выполнили. По торговому балансу сейчас 50 с чем-то миллионов, то есть это больше, чем 10% мы тоже уже выполнили таргет. Вот здесь видно, да, в этом графике, спасибо. Ну, как бы здорово, очень приятный такой график. И понятно, что если вчера было 57 миллионов, сегодня стало 55, кто-то скажет, какого черта, баланс должен только вверх расти. Вот, но это нормально, мы это озвучили, всегда будем озвучивать. Вверх, вниз, он будет двигаться, это живое существо. Рынок это живое существо, и оно двигается, вот оно не замирает. Если завтра будет там 53 тысячи, 53 миллиона условно, это не причина для того, чтобы паниковать. Это нормально, это нормально. Страиваемся на длинную перспективу, а на короткой дистанции здесь можно заниматься маркетингом. Кому это интересно, да, большинство людей просто пассивно заходят. Леш, какие еще вопросы? Вот смотри, еще тоже надо пояснить, вот это график индивидуальный, у каждого он свой, да, вот резкий вверх, это когда пакет купил. И тут мы видим, вот оно вошло вверх, да, это уже за счет трейдинга увеличения, а потом вниз. И вот если он вверх, ты зафиксировал прибыль и нажал кнопочку, которая появится у нас скоро в кабинете, да? Да, да. То это совсем не означает, что потом, ну вот эта кнопочка available, да, здесь была кнопка паял, вот нажимаешь и она уходит, прибыль, да? Да. То, что надо иметь в виду, что если ты обнулил все, то есть у тебя стало ровно столько, сколько было, то вполне возможно вот на этом минусе, да что-то у меня скачет, вот на этом минусе, вот здесь вот, да, у тебя будет минус то, что ты вложил. То есть так, у тебя вот сейчас 9% прибыли, да, ты там зафиксировал прибыль, у тебя стало ноль или плюс один, да? Но потом, если вдруг у тебя минус, ну вернее не у тебя, а у компании минус, да, идет, то у тебя может быть не тысяча долларов, которые ты вложил, а минус 980. И может быть минус меньше того, что у тебя вообще было. Вот к этому тоже надо быть готовым. Ну да, да. То есть прибыль же ты уже отфиксил, ты ее как бы забрал. Вот, поэтому если у тебя вдруг стало 980, ты не забудь в уме прибавить то, что ты забрал. Вот это вот я имею в виду. Да, 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 да. По поводу отображения, по поводу фонда, да, я думаю, это тоже будет дальше развиваться. Возможно, по каждому пакету будет отдельный график, да, возможно, там какие-то опции будут еще. Вот, то есть над этим тоже работает компания. Заранее я вот тоже опять в таких чатах пишу, заранее, чтобы вы четко понимали, почему заранее все это не было сделано, да, давайте поставим точку над «и». Потому что смарт-контракт, он только сейчас был запущен. Только после запуска у нас миграция была сложнейшая. 53 тысячи клиентов, огромная база данных у этих клиентов у многих. Второй тир, вторая матрица, да, второй пакет, третий пакет, четвертый пакет. Это логины, это кошельки, все эти данные, их нужно было мигрировать. Это очень дорогой, очень тяжелый технический, ну, дорогой тяжелый процесс технический, да. Мы сейчас задеплоили, то есть мы, ну, запустили на блокчейне новый смарт-контракт. И сейчас технари, они, собственно говоря, настраивают как раз всю эту информацию, получая данные, да, вот с базы данных, которые идут с этого. Им нужно комбинировать то, что было в старом контракте и в новом контракте. Это нельзя заранее было сделать, потому что старый смарт-контракт, он работал-то, ну, не совсем верно, и нам нужно отталкиваться от нового смарт-контракта. Поэтому получается, что подкрутить это все можно только после запуска смарт-контракта. Кто-то скажет, запустили бы смарт-контракт, месяц бы подкрутили, и когда все готово идеально, ни одного сбоя, ни одной ошибки, ни одного таймаута, тогда бы запустили. Нафига запускать, когда все еще сыро, да. Вот, но здесь тоже ситуация такая, мы же, у нас люди ждут с января месяца, два с половиной месяца. Люди ждут, бьют копытом, вот, лидеры торопят, говорят, скорее запускайте, потому что вы же понимаете, да, что, ну, это на нашем рынке не будут ждать бесконечно. Вот, уйдут в другие проекты, компании, и поэтому задача была, как можно быстрее спуститься, что и сделали. Ничего страшного. Любой проект, любая MLM-компания, которая даже миллиардной становится со временем, в начале может иметь какие-то такие погрешности, да, какие-то недоработки в кабинете. Это даже без смарт-контракта, а у нас технологически это более сложная штука, и я не вижу здесь ничего такого криминального. Просто нужно, опять-таки, разбираться с самим тронсканом, да, с самим смарт-контрактом и с кошельком, и уметь просто отлавливать эти комиссии, уметь считать, условно, человек во втором поколении зашел, там, в третьей матрице, уметь понимать, сколько с этого идет заработок, проверять, пришел ли этот заработок. Самое главное, что пришел заработок. Если он пришел, отображение в кабинете, даже если там где-то по количеству людей в матрице, там, временно, два-три дня какая-то неправильная цифра, не переживайте, она будет исправлена. То есть это самый главный приоритет, естественно. Не может быть бизнес такой серьезный, долгосрочный на каком-то кривом движке, там, в кабинете, конечно же, все будет подправлено. А те выплаты, сразу же предупрежу твой вопрос, да, Алексей, те выплаты, у нас была ситуация с зависшими выплатами по матрице, вот, 80% этих денег было выплачено, и вчера многие обрадовались, лидеры, да, у кого большие команды, получили резко, там, по несколько тысяч долларов прибавилось на кошелек, зашло, это вот недовыплаченные эти комиссии, да, которые были недовыплачены, потому что люди, ну, в основной массе не нажали второй раз на это, на подтверждение, либо нажимали, но у них недостаточно трона, потому что тоже только сейчас все запустилось, еще не готовы, не привыкли к тому, что нужно 150 тронов иметь как минимум. на каждый пакет 150 тронов на энергию, на газ, иначе транзакция не пройдет. Ну, может быть, 120-130 даже хватит, но запасом лучше 150. Вот, поэтому еще небольшое количество оно не доработано, то есть не выплачено комиссией. Сейчас команда техническая подкручивает в кабинете так, чтобы пока человек, пока человек не нажал второй раз на подтверждение, да, чтобы ему не давало вообще ничего сделать, там, не зайти в кабинет, не купить следующий пакет, ничего сделать, и были постоянно напоминаловки, что ему нужно заплатить. Вот это все сейчас они подкручивают, и мы ожидаем, что это появится, да, то есть это еще там, может быть, два-три дня, я думаю, что этот вопрос будет решен. Такой достаточно важный вопрос, ключевой, потому что отдельный смарт-контракт по матричному бонусу, именно по матричному, да, и важно, чтобы он, и по матчинку, кстати говоря, да, вот, и важно, чтобы он правильно функционировал, то есть он функционирует правильно, правильно выплачивал, говенда выплачивал, чтобы все подкручивали, подтверждали транзакции. Илья, кстати, скажи, пожалуйста, тоже статистику, ты же сверху сидишь, все видишь, высоко сижу, далеко гляжу, мы русский, вообще русскоязычный сегмент много занимаем, 1% от компании, там, полпроцента. Я не могу, я скажу тебе честно, я не могу этого сказать, потому что у нас пока нет верификации, у нас будет KYC, и у нас нет пока трекинга, отслеживания по геолокации, да, пока, мы сейчас только запустили, мы это, конечно же, потом статистику будем собирать, пока что только запустились, еще нет. Но я могу сказать, ну, я понимаю, какие есть лидеры, кто какие команды работают, так далее. СНГ, ну, маленький процент, реально. Маленький, спящий такой контингент, вот, есть некоторые активные лидеры, которые, на самом деле, неплохо срабатывают, вот, активно работают, но в массе своей здесь рынок абсолютно пустой. Вот, в то время как, например, там, Германия, там, японский рынок, потом из тех, что я знаю, Франция та же самая, да, Испания, Латинская Америка. Вот в Италии тоже активные веточки пошли, да, то есть работают более активно. Работают те рынки, представляешь, европейские рынки, они считаются всегда, что они гораздо менее активны, чем СНГ, потому что там пособия, там, социалки, то есть там нет такого стимула, как там в России, допустим, или Украине, вот, или Казахстане, да. Поэтому я думаю, что есть все шансы поднагнать их, догнать, вот. Ну, понятно, что нужно больше разживать, тренингов проводить, обучать. Вот это следующий вопрос, и он у меня в списке последний. Что сама компания планирует в плане обучения, тренингов, профессиональных материалов каких-то, да? Сама компания, да. Может быть, давайте сначала вот мы покажем, что есть, да? Давай. Вот сайт Daisy Crowd, это же сайт корпоративный. Да, это, по сути, корпоративный сайт, да, информационный сайт. Там есть, значит, что у нас сейчас есть? Вот, чтобы никто не говорил, что у нас ничего нет. У нас есть крутой промо-ролик на 10 минут. Суперкрутой, вот, дорогущий, сделанный еще к запуску в январе. Он переведен на, по-моему, 15, что ли, языков, да, на большое количество языков. Все эти языки, все это доступно на нашем канале YouTube. Канал можно найти на daisycrowd.com, там есть ссылка на этот канал. Есть Telegram-канал, он на английском языке. Совершенно нет проблем перевести с английского на русский. И многие так и делают, какие-то анонсы там поступают. У нас в чате, в русском чате сразу же перевод кто-то помещает. Дальше у нас есть в разделе presentations, если можешь закрыть. В разделе presentations, не закрыть, а открыть. Вот, у нас есть внизу, да, вот, на 16 языках слайды. Это PDF на 16 языках. Если у вас есть знакомые индийцы, или индонезийцы, или немцы, или, там, не знаю, латиносы, вот, то найдите нужный язык просто скачать и скинькин. То есть вот по этим слайдам можно делать презентацию. Это важно. Это к тому, чтобы не было в наш адрес таких заявлений, да, что мы ничего как корпоративного не делаем. Конечно же, максимально делаем. Потом вот эта официальная презентация, вот то, что ты показываешь, да, где мы втроем на обложке. Это, она есть на английском языке, она есть на русском. Ее нет на других языках, но на русском она тоже есть на канале на YouTube. То есть мы ее подготовили, вот я подготовил. Это тоже можно использовать как инструмент. Чего у нас нету? У нас нету корпоративных роликов о том, как скачать TronLink, допустим, да, о том, как купить USDT, о том, как завести USDT или Tron на TronLink, о том, как зарегистрироваться в DESY и прочее, и прочее. Вот эти все вещи, да. Но из моего опыта, из моего опыта, должен сказать, что сама компания, она не должна и не обязана подобные ролики делать. Вот. Сами лидеры это могут запросто делать, пока компания созреет к этому, да. То есть нет у компании априори такой обязанности, да, все инструкции, тем более на всех языках, прямо выкатывать и делать. Вот. Я такого в своей практике, что на всех языках особенно, да, практически не видел. То же самое рекрутинговая система. Очень многие, да, в онлайне работают через рекрутинговую систему. Лидеры сами создают системы, инвестируют, да, для своей команды используют системы. Эта система там с календарями, что можно поделиться промо-роликом на WhatsApp, в Telegram, там, еще в каких-то мессенджерах и прочее, да. У нас, возможно, есть хорошая вероятность, что мы это централизованно, мы такую систему запустим на разных языках. То есть вот здесь как раз, наоборот, у нас возможно это будет. Мало какая MLM-компания сама, да, централизованно запускает подобные вещи. Поэтому явно у нас что-то есть. Плюс, естественно, мы всегда на связи, мы всегда проводим какие-то зумы, мы не выпадаем, мы вызываем Анну. А, у нас есть еще белая бумага. Она тоже, кстати, там, да, она помещена. Пока что на английском языке. Вот она, да, Daisy AI. Это белая бумага по искусственному интеллекту, суперинтеллекту, в которой мы краудфандим. И там описано, что это такое. Пока что только на английском языке. Сейчас у нас юристы должны еще поправку внести, и потом мы будем переводить на другие языки. Да, задержка. Извиняюсь, что такая задержка долгая, да, но вот у юристов еще на рассмотрение. Вот это то, что у нас есть. Там, как зарегистрироваться, как проплатиться, вот эти все вещи. Ну, они очень простые, на самом деле. Они уже на YouTube есть на разных языках. То есть это, ну, это можно найти, у лидеров это есть. Вот можно пользоваться там какими-то ресурсами других лидеров, да. В конце концов, если вы работаете в онлайне, активно работаете, или даже не в онлайне, может быть, в оффлайне, вы можете сами для своей команды подобные ресурсы тоже создать какой-то. Создать вообще название своей компании. Как это делается в MLM? То есть люди, группа партнеров создает свою команду, брендирует ее и продвигает свою именно команду, да. Потому что, ну, мы же знаем, что здесь идет продвижение самого себя, своего бренда, своей команды. Любой проект – это просто инструмент, да. То есть никто не говорит здесь, что все Дэйзи там, типа, все должны там клясться в любви Дэйзи, именно Дэйзи продвигать. Хотя Дэйзи – это такое очень милое название. Многие думают, что это женское имя, имя девочки, да, на самом деле. Это цветочек, маргаритка, вот. Вот, конечно, хорошо, если у вас есть любовь к Дэйзи, к такому милому названию. Вот, поэтому, я думаю, Алексей объяснил, да, что есть. Мы, конечно, максимально будем. У нас просто пока нет департамента по созданию на разных языках всяких промо-роликов, файлов и прочее, прочее. А потом, кстати, мы еще FAQ часто задаваемые вопросы. Тоже мы сейчас вот начали готовить, и мы тоже их поместим вот на этот сайт Дэйзи Краут. Правда, вначале на английском языке, потому что все-таки английский – основной международный язык. Это последний был? Да, скажи еще, пожалуйста, вот этот ролик, да, он здесь на английском, а как его здесь на русском посмотреть, на турецком? Нужно просто… Потому что сайт у нас… Сам сайт Дэйзи Краут, он только на английском пока, а потом мы на другие языки будем переводить. И поэтому нужно на сам канал перейти, на ютюбе, и там найти все другие языки. То есть вот сюда нажать, на ютюб уйти, да? Да, уйти на ютюб, и там все языки есть. Так, у меня вопрос есть. Да, да, давай тогда. Ты вопрос потом еще по-моему Кате хотел задать вопросы. У меня вопрос всего лишь один поступил от партнеров. Спрашивают, когда будет аудит смарт-контрактов, и когда будет аудит финансовый с балансов НДТК на биржах? Очень хороший вопрос. Я начну со второго. Финансовый ответит послезавтра, во вторник у нас будет Zoom, мы его еще не анонсировали, с Анной Бекер. Она расскажет все, что касается тренинга. Покажет, что у нас сейчас в Дэйзи фонде, что у нас с развитием этого суперинтеллекта, скажет, что с аудитом, скажет, что у нас VIP-программы. Она, в принципе, работает. Достаточно много обращений, не хватает у нас инструкций, как зарядить деньги в эту VIP-программу. Поэтому нужно дождаться вторника, и во вторник официально Анна должна объявить, когда будет первый вот этот репорт, первый отчет по аудиту, когда он будет уже выложен. То есть я думаю, что просто официально выложен, либо на Дэйзи Краут, либо в Телеграме. Но я знаю точно, что аудит проводится уже какое-то время, там были технические сложности. Сам Binance, он не очень удобен, чтобы оттуда выковыривать всю историю. Ты это знаешь. Он не самый удобный, не самый удобный на бирже. Но как-то вроде они с этим справляются. И вот реально, реально очень-очень скоро они должны завершить. Я думаю, во вторник будет уже конкретика на эту тему. То, что касается аудита смарт-контракта. Изначально мы заявляли, что он будет. Он действительно будет. Просто у нас были изменения в ходе, в ходе изменения архитектуры. Мы из одного смарт-контракта сделали там целую экосистему, 11. И, естественно, мы не могли проводить аудит, пока все это до конца не было сделано. Это недавно только все сделалось. Все же наскоро. Мы, конечно, тестировали. Но наскоро было. У нас внутренний был аудит. Там несколько команд тестировало все. Логику, безопасность и так далее. Дальше произошла миграция. Вот сейчас мы запустились. И сейчас как раз, ну, несколько недель выходит на этот аудит. На самый такой четкий профессиональный аудит. Как раз мы это запускаем. То есть, по сути, уже начался аудит. Вот. Я думаю, что, наверное, в мае месяце мы что-то сможем показать позже. Но, опять-таки, мы должны, наверное, делать какие-то школы, сделаем какие-то школы по тому, как смотреть наши смарт-контракты на Tronscane. Да, чтобы люди понимали, могли там отслеживать. И реально все, в принципе, достаточно прозрачно. Кто, как, чего. Чуть-чуть не так, как в январе это было, да. И ты тоже видишь, да, чуть другая архитектура. Но вот на английском у нас уже и Jeremy, там, и другие партнеры сделали подобные инструкции. На русском, не знаю, мне добраться, мне самому надо обучиться. Я здесь не суперэспект. Если ты сделаешь, я думаю, что все будут благодарны. Вот. Ты тут побольше шаришь, чем я. Потому что ты со смартами еще и до Deasy работал, да. Тебе это попривычнее. Вот. Я примерно понимаю. Мне просто нужно время потратить, чтобы погрузиться, обучиться. Мы уже полностью с нашими программистами изучили смарт-контракты. Там, оказывается, не два подтверждения, а три подтверждения. При покупке пакета. Да. Но Tronscane должен заниматься, по-моему, два раза. Да, да. Tronscane только два раза. Мы эти детали изучили. А подтверждения три, да. Мы сейчас работаем с этим. Да, да. Так. Катя пишет, что получила ответы на все вопросы. Сейчас еще у нас, я видел, вопрос был. Одну секундочку я выйду. От Гаухара еще был вопрос. Так, так, так. Ну, наверное, мы это ответили. Да, был вопрос, почему нестабильный доход, почему доходность скачет. Я думаю, что на этот вопрос мы уже ответили. У нас скачет не сколько доходность, сколько баланс. Да, баланс у нас он то вверх, то вниз идет. То вверх, то вниз, потому что у нас, если открытые позиции, условно говоря, зашли мы на, совсем условно, на 10 миллионов долларов в биток, в лонг. Поставили ставку на то, что биток будет расти. И вот сейчас он стоит 60 тысяч долларов, предположим. И завтра он стоит 57 тысяч долларов. А мы в этой позиции находимся до сих пор. Ну, понятное дело, что у нас наш баланс, наши активы, они уменьшаются. Правильно? Потому что мы же зашли в биток. Мы зашли, у нас на 10 миллионов вот эта сделка открыта. А тут биткоин, он упал в стене. Мы хотели, чтобы он вырос, а он упал. Стало быть, общий баланс, который мы видим, он также будет уменьшаться. Поэтому это все, это люди видят. Когда мы в открытых позициях, то есть некоторые движения либо вверх, либо вниз. Опять-таки, не бойтесь этих движений. Это все совершенно нормально. Потому что рынок так устроен, что есть движение вверх, есть движение вниз. Так, я вижу еще вопросы в чате. Давайте, я думаю, что на этом мы сейчас будем закругляться. Мы уже практически час, но я еще в чате, в чате, в чате. Мне так с телефона неудобно. В чате еще готов принять вопросы. Какие есть у вас вопросы? Будет ли какая-то пиар-программа по привлечению новых клиентов? Хороший очень вопрос. Мы пиаром будем заниматься. У нас уже есть хорошие контакты по поводу пиара на разных рынках. На разных там, это может быть и Китай, и Вьетнам, и Япония, и Европа. Будут какие-то пресс-релизы. Потом мы планируем участие в DeFi онлайн-ивентах. Причем мы там будем достаточно громко о себе заявлять. Именно в индустрии DeFi, в индустрии блокчейна. Понятно, что мы в индустрии MLM, с одной стороны. С другой стороны, мы же реально в DeFi, потому что мы на смарт-контракте, у нас эта составляющая есть. Хотя у нас нет своего токена. То есть в DeFi обычно свой токен. У нас его на данный момент нет. И что касается привлечения клиентов, то я уже говорил коротко. Я не могу пока сказать, что точно это будет, но мы сейчас на стадии рассмотрения подключения рекрутинговой системы. Эта рекрутинговая система будет мультиязычной. Русский язык там точно будет. И там будет возможность, пользуясь прямо приложением, через приложение, отправлять всякие промо-ролики. Смотреть, на сколько минут люди посмотрели эти ролики. В календаре какие-то ивенты публиковать. Проводить, настраивать график выступлений, презентации. То есть настоящая профессиональная работа, как маркетологи работают, онлайн работают. Подобную рекрутинговую систему, дорогущая, крутейшая система. Я сам ее видел, сам тестирую. Она, если мы ее внедрим, то она, конечно же, повысит продажи и КПД вообще всей этой системы. Если какие-то еще вопросы, то пишите в чате. Я зачитаю, Илья, смотри. Хороший вопрос. Для открытия офисов, в частности. У нас нету программы офисов, и вряд ли она когда-то будет. Я знаю, что некоторые компании, MLM-компании, традиционно открывают офисы и поддерживают. Есть программы офисов по разным странам, по разным регионам. Либо даже, например, только в России, если компания работает. В одном городе, в другом городе. Но, как мы знаем, в нашей индустрии всегда лидеры, не всегда, а часто, сами просто свой офис открывают. И это, естественно, никто не запрещает. Пожалуйста, открывайте. Есть какие-то нужные ресурсы для этого. Там, допустим, логотип Desi или еще что-то. Но желательно, если вы что-то хотите открыть в каком-то городе, в какой-то стране. Да, сейчас даже я не столько про Россию говорю, ну, по всему миру. Просто сообщайте через лидеров, чтобы мы тоже об этом знали и, может, помогали как-то инструментами, ресурсами какими-то. То же самое, помимо офиса, еще вопрос. Я сам подумал, что у меня тоже есть вопрос к самому себе. Будет ли у вас какие-то события? Потому что в MLM же всегда события проводятся. Да, у нас будут события. Но сейчас у нас COVID. Вот я в Дубае нахожусь. Я через несколько дней улетаю назад в Таиланд. Я в Таиланде живу. И 10 дней на карантин попадаю. После этого будем ждать. С октября вроде бы Таиланд открывает границы. Возможно, после октября мы какой-то ивент на Пукете или еще где-то проведем в Таиланде. Это одна из перспектив. Возможно, в Дубае. Сейчас очень многие в Дубае проводят. И пока не будет ясности ситуации с COVID, мы будем в онлайне проводить мероприятия. То есть это могут быть какие-то лидерские встречи, какие-то конференции. И в том числе, если кто-то тоже хочет спросить, будут ли у нас какие-то промоушены, какие-то инцентивы и так далее, у нас это будет. Но попозже мы к этому подойдем. Потому что сейчас очень-очень заняты, так как только мы запустились, очень заняты тем, что решаем всякие текущие такие острые вопросы. Ну, по большому счету сейчас самое главное – это техническая поддержка. Техническая поддержка, чтобы мы поняли сами, какие основные вопросы есть технические. Чтобы с технарями взаимодействия все это решили в кратчайшие сроки. Неделя, две, три. И уже на нормальном движке, где с правильным отображением, чтобы никто ничего не переживал, чтобы у всех все видно, понятно. Нормально уже могли работать. Хотя, на самом деле, смарт-контракт уникален тем, что даже без кабинета, в январе у нас так было, можно регистрироваться прямо на блокчейн. Сейчас у нас в новой версии это сложнее стало. Там реально нужно быть более гуру по смартам, чтобы понимать, как это сделать. Но, в принципе, это возможно. В принципе, это возможно в теории. Вот. Ну, конечно, основная масса людей не то, что не знает, как работать, как отслеживать под смарт-контракт. Вообще не понимает, что такое смарт-контракт. Нам нужно тоже обучать. Просто звучит, как китайская грамотная смарт-контракт. Непонятно. Вот. Наверное… Леш, если вопросов больше нет… А еще вопрос, будет ли запись зума? Будет. Еще вопрос. Дело для возврата. То есть, имеется в виду, видимо, когда IPO будет эндотека. Это то, что в трейдинге или вся сумма внесенная? То, что в трейдинге? Конечно, то, что в трейдинге, потому что вторая половина или треть, они выплачены в комиссиях. То есть, мы ничего не держим. DESY, как система маркетинга, вообще никаких денег не держит. Вы должны это понимать. Это единственная причина, почему мы это запустили. Нам очень понравилось то, что здесь автоматизировано распределение средств и автоматически за нас делает все вот этот код, смарт-контракт. Он распределяет средства маркетинговые. Единственное, два пула. Они на смартах находятся, и люди их выводят. Но это маленький процент совершенно от общего оборота. А так, в принципе, львиная доля средств идет под управление в эндотек. То есть, мы, как DESY, как создатели этого смарт-контракта, мы ничего здесь не держим, ничьих средств. Эндотек, конечно же, держит под управлением и все время отчитывается, показывает, что происходит со средствами. Илья, скажи тогда последний вопрос от меня. Наверное, больше вопросов уже не будет, потому что все. Вот ты сказал, еще раз подтвердил, что 80% средств, которые были недоплачены из-за того, что, ну, неважно по каким причинам, да, они были выплачены. А эти 20 оставшиеся, что с ними? Эти 20 оставшиеся, я не могу сказать, что с ними будет, потому что это связано с тем, как мы вообще пресечем эту проблему. Потому что мы не можем сами за наш счет все время выплачивать эти комиссии. Это дорого. Трон у нас подрос, мы все видим, да. То есть, ну, это очень много. Средств будет съедать, да. И за это должны платить сами клиенты. И у нас сейчас, нам нужно системно решить этот вопрос. Системно. Чтобы системно было понятно, как сделать так, чтобы люди все вот это последнее подтверждение, вот как Эдуард сказал, да. Третье даже подтверждение, не второе. Второе, за которое снимают троны. Как сделать так, чтобы все это делали, у всех было достаточно тронов. Понятно, что это процесс обучения. Нужно, чтобы спонсоры говорили, показывали, все понятно. Но в итоге это будет взаимосвязано, да. Как сделать так, чтобы средства больше не застревали. Если они каким-то образом застревают, то это подтверждение делал, да. Чтобы был какой-то функционал. Как сделать так, чтобы они там не задерживались, да. Либо добавить какой-то элемент игровой, что кто-то из спонсоров за свой счет может эти деньги, ну, вытаскивать, да. Либо там как-то еще. Вот на это еще нужно чуть-чуть времени, и мы обязательно сообщим. Ну, собственно, наша техническая команда предложит. Можно, да, вот как элемент майнеров сделать такой. Типа, чтобы они подтверждали и взамен... А, ну, хотя это надо было заранее в смарте прописывать. Но если там есть возможность изменения, что-то, да, то можно тем, кто подтверждает, часть награды им отдавать. Да, да, да. У нас, во-первых, в смарте у нас некоторые изменения доступны архитектурно, потому что аудит мы еще не прошли. Вот когда мы его пройдем, мы, скорее всего, закроем этот функционал, да. Мы изначально говорили, что мы запускаемся, у нас такая огромная экосистема, и как некоторые другие крупные DeFi проекты, мы имеем возможность там некоторых каких-то небольших изменений. вот, то, что касается вот это, о чем ты сейчас сказал, да, ну, как у майнеров, либо как вообще в DeFi это часто, да, то есть, если сам человек не платит, ну, не нужно ему. Он купил пакет за 100 долларов, вообще не заходит, и забыл телефон своего спонсора и так далее. Ну, кто-то же должен заплатить эти там троны, да, там, сколько там, допустим, 60 трон, вот, дать возможность, чтобы это сделал, например, спонсор, там, или спонсор спонсора. Он за него заплатит, и в итоге у него, например, в первой линии объема станет побольше на 100 долларов, ну, условно. То есть, вот это сейчас прорабатывается, это возможно, технически это возможно, нам сказали, просто мы смотрим, насколько это целесообразно, вот еще чуть-чуть нужно времени. Так, я вижу какой-то еще от Руслана. Леш, можешь зачитать? Да, да, да. С телефона не вижу. В последний момент посыпались вопросы, пока ты не убежал. Когда делаешь первое подтверждение, там есть ползунок-автомат. Его можно использовать? Можно использовать, можно использовать. Там есть сейф-мод и фаст-мод. Сейф – это безопасно, это когда каждый раз вам нужно вводить вот этот вот сложный, я надеюсь, у всех он очень сложный, уникальный пароль для TronLink. Вот, а фаст – это когда не нужно вводить. Вы сами соглашаете, что хрен с ним, я буду менее безопасно, но зато быстро использовать эту систему. Вот Руслан говорит, что у него партнер как раз движок этот передвинул, и у него все прошло отлично, и больше никто ничего не спрашивал и не нажимал. Вот так. Это, на самом деле, хороший лайфхак, Руслан, потому что, возможно, имеет смысл порекомендовать, потому что можно же назад потом еще передвинуть. Вот именно во время покупки может иметь смысл передвинуть, и не будет путаницы. Но, опять-таки, мы хотим сделать, чтобы было понятно, легко и доступно каждому человеку, каждому новичку, что нужно сделать. Да, что нужно еще одно подтверждение, там, не знаю, там, стрелочки, галочки, там, не знаю, какая-нибудь рука будет куда-нибудь показывать, там, или еще что-то, вот, чтобы анимация, может, какая-то, ну, чтобы даже самый, самый, там, не знаю, самый далекий от онлайн-бизнеса человек понял, что от него требуется, что нужно вот еще, еще раз подтверждение сделать. В этом весь смысл. Вот. Не дадим мы возможности, чтобы люди это не делали, понимаешь, вот просто там заставим, как мы смеемся, чтобы прямо из телефона там рука вылезла, и это самое, заставил, заплати, сволочь, эти 60 трон за последнее подтверждение. Вот. Ну, потому что, на самом деле, казалось бы, такая мелочь, но вот люди очень, мы столкнулись с тем, что очень у многих людей реально нет трона. Это вызывает вот эти фейловые транзакции, там, еще что-то. Ну, просто недостаточно. Изначально мы говорили, что нужно в пределах 100 трон, может быть, люди готовили не больше, чем 100, а 100 не хватает. Первое подтверждение проходит, а второе не проходит. Не хватает просто сейчас. Поэтому все-таки рекомендуем мы 150. То, что курс трона растет, не переживайте. Ничего в этом страшного нет, потому что все равно первая, вторая матрица, пакеты, они такие более, все-таки такие, как бы сказать, ну, входные, что ли, тестовые. То есть это только первая ступень бизнеса. Считайте, что это вход в бизнес, по большому счету. То есть с точки зрения финансовой, там, инвестиционной, краудфандинг на 100 долларов, ну, это, наверное, не то, что вас там обогатит. Поэтому даже если трон еще в два раза вырастет, то, в принципе, это доступно с точки зрения нашей экосистемы, да, потому что там третий, четвертый, пятый пакет. Там в процентном соотношении, там уже будет маленький процент. Ну да, со 100 долларов, 150 тронов, это 15 долларов получается. То есть если кто-то зашел работать, то 15 процентов комиссии получается, это очень много для него. Да, да. Ну, понятно, что люди все-таки заходят, либо чтобы какой-то перелив получить, либо еще что-то. Что там Руслан пишет, что вчера покупал за 100. Покупал пакет за 100. А, пакет за 100. У него сняли 110 трон. А в смарт-контракте мы смотрели, что транзакция стоила 142. Кто оплатил остальные 32? Ну, частный вопрос. Руслан, потом с тобой разберемся. Приватно. Обычно наоборот. Обычно показывают 50 трону снято, а на самом деле там снимается больше. Ну, вернее, говорится, 150 положите, да. Вот я, например, девятый пакет покупал, зашел, посмотрел, у меня за газ сняли 42 трону, а не 150. Где остальные? А остальные за второе подтверждение. Вот и в итоге там 42 умножить на 2, наверное, было где-то так. Ну, ладно. Самый последний вопрос, он давно уже занят. Я его задан никак не задаю. А вот кто-то пишет, за 100 долларов пакет снято 230 тронов. Странно. Тоже частный вопрос, надо разбираться, может это не так. Значит, вот Рокки некий пишет. Максимальная прозрачность – это абсолютно правильно. Почему не показать на whois сайта daisy.crowd, наверное, он имеет его, собственника сайта daisy. Сейчас там приват. Хороший вопрос. На самом деле вы должны понимать, что как и сайт daisy.crowd, так и там YouTube-канал daisy.crowd и прочее – это просто некое… Это сопутствующие такие маркетинговые ресурсы для смарт-контракта, ни больше, ни меньше. То есть кто этим владеет? У нас в открыто абсолютно все знают, что есть три фаундера, то есть три человека – создатели смарт-контракта, маркетинговой системы. Да, это я, Эдуард и Джереми. То есть мы трое, больше никого нет. Все наши ресурсы, они оформлены на кого-то из нас. То, что там приват стоит, ну, это нормально совершенно в бизнесе практика. Я не думаю, что… Я лично считаю, что с точки зрения безопасности это хорошо. Меньше вопросов будет. Кто-нибудь там подъедет, посмотрит, какая фамилия, потом подъедет к этой фамилии и будет что-нибудь просить. Ну, конечно, да. Полная прозрачность – это не значит, что мы сейчас будем говорить, какой у нас хостинг, значит, на кого зарегистрирован домен, кто создал наши ролики. Пароль нужен. Да, да, да. Как можно зайти, сделать изменения там в хостинге нашего сайта и прочее. Ну, прозрачность прозрачностью, но до безумия давайте не будем это доводить. То есть все в меру. В меру. И наша децентрализация, она тоже в меру, да. У нас нет 100%. У нас гибрид. У нас децентрализованно-централизованная модель, да. Эндотек – это полная централизация. Не надо питать здесь иллюзий. Трейдинг у нас полностью централизован. Вот смарт-контракт, конечно, децентрализованный. Ну, все. Ну, здорово. Хорошо пообщались. Всегда рад быть. На все вопросы мы все равно не можем ответить. Поэтому 90% может быть снятых вопросов. Я все равно слышу, что кто-то сидит и говорит, ага, вы мне там лапшу на уши вешаете. Вот трон стоил в январе 28 центов. Ну, 0,028. А сейчас 1 цент. То есть трон увеличился в три раза, а вы мне прибыль тут 7% показали. Не 1 цент, а 10 центов. Это, да, кто-то так говорит. А с другой стороны, есть люди, и мне говорят спасибо. Вот недавно два человека зашли партнеры, которые в январе приготовили деньги, чтобы зайти. У нас мы, поскольку немножко, мягко говоря, немножко лажанули со всей этой историей в январе. У людей трона остались, они не зашли. За эти три месяца у них в долларовом эквиваленте капитал в три раза вырос. Вот они говорят, вау, как здорово. Сейчас заходят, на больший пакет заходят. То есть готовили, например, условно на 5 пакетов, зашли на 6. Приготовили на 6, зашли на 7. Тут всегда можно под разным углом посмотреть эту ситуацию. Но то, что мы перешли на USDT, это абсолютно правильное было решение, на мой взгляд. Потому что, когда рынок растет, все рады, что все растет, трон растет, вау, круто. Надо, чтобы выплаты были в тронах, потому что трон еще растет, еще больше все будет. Это вот по принципу того же BitClub, например, была компания. Когда рос рынок, там все здорово, и BitClub получали, а еще и сами BitClub росли, и вообще, как бы, такая пруха была вообще классная. А потом наступает отлив, вот, рынок разворачивается, и вот сразу начинается, вот, а я купил, я приготовился покупать пакеты в Daze, я приготовил троны, а за сутки или за двое, пока вот я дошел до регистрации, пока мне спонсор дал реферальную ссылку, там 10% просадка и так далее. Я заранее предвидел эти ситуации все, да. Я был одним из, прямо вот, я не инициатор был этого, да, но всеми руками поддерживал переход на USDT. И согласитесь, что комиссии, ну, неприятнее, понятнее получать в USDT, то есть видно сразу, сколько долларов на квалификах, потому что трон скачет как, ну, угорелый, вверх-вниз там, непонятно. Вот. Вот. Алексей, спасибо, Эдуард, все присутствующие. Вот. Вроде как мы затронули основное количество вопросов. Вот. Спасибо вам за поддержку. У нас будет, кстати говоря, чат потом, попозже, чат пейсеттеров. Вот. Наш чат, в котором, наверное, какое-то количество присутствующих находится. Я думаю, что мы его расформируем, может быть, ближе к июню. Вот. Потому что, ну, у нас лидерский... Я сторонник того, чтобы общаться именно в лидерском чате, да. Лидеры у нас это пейсеттеры, либо лидеры, у кого там три пейсеттера. Ну, кто серьезно, кто реально строит здесь, да. Вот. Потому что, понимая, что в чате в нашем находится много людей, которые, ну, там, может быть, случайно там оказались, или не должны быть в этом чате и так далее, да. Приятно иметь. Плюс у нас есть в WhatsApp, на сегодняшний есть эта группа. Вот. Вы-то там находитесь, да, в твоем. Вот. Глобальная группа, там, не знаю, там просто дохренища пейсеттеров. У нас уже больше, чем 300 компаний в проекте пейсеттеров со всего мира. И если у вас в группе будут какие-то новые пейсеттеры, золотые, вот, либо вы станете, да, то сообщайте, мы добавим вас в это глобально. Там все на английском, конечно, переписка, но видно, какой там движ идет. Там всякие там немцы, англичане там заходят. Не знаю, вон, сириец запрыгнул недавно. Живущие в Турции, там, не знаю, там, Канада и так далее. В общем, на самом деле, я считаю, что вот эта та вещь, которая лично меня, она просто безумно вдохновляет. Мне так нравится, что это глобальный бизнес, в который весь мир подключается и везде драйв по всей планете идет. То есть это вообще, на мой взгляд, вот это очень круто. Вот, я думаю, для любителей глобальных больших проектов, где много денег, где идет такой бурный рост глобальный, такой момент, движуха, да. Вот Desi – это очень хорошая платформа, чтобы удовлетворить все ваши как раз пожелания, там, амбиции. Но единственное, что, может, языковые какие-то вопросы есть, кто-то по-английски не говорит, но мы максимально будем, естественно, адаптировать. Такие классные лидеры в команде, да, которые сами проводят много обучающих сессий, да, показывают, записывают ролики, обучают. Огромное вам спасибо, да, за то, что помогаете очень многим разжевывать такие вещи. Достаточно важно. Вот, хорошо, все. Тогда вам спасибо тоже. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо, Илья. Счастливого доброго. Да, счастливого. Спасибо. Спасибо.